Всем привет! Новая система рейтинга уже в игре. И если вдруг вам показалось, что я немного опоздал с обзором, хотелось бы сказать, что на протяжении всего этого времени я изучал вопрос калибровки. Сидел на стримах HiPTS игроков, задавал им разные вопросы насчет новой системы, узнавал у других игроков, как откалибровались они, а также читал множество статей о последних обновлениях. И вот сейчас я расскажу вам о новой системе рейтинга и о том, как поднимать при калибровке 3000 ммр. И по традиции на протяжении всего ролика будут появляться промокоды, которые дают 7 дней бесплатной подписки на Оверплюс. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. И начнем мы с того, для чего же была введена новая система рейтинга и новая калибровка. Как говорят сами Valve, сделано это было из-за большого количества игроков, скопившихся на рейтинге от 0 до 1000 ммр, в то время как у топовых игроков уже по 13000 рейтинга. А это Valve не устраивало, и они решили разом поднять всем ммр. Именно поэтому новые игроки и получили плюс 1, 2, иногда даже 3000 рейтинга. Все из-за того, что новая система создана, чтобы намеренно поднять вам ранг. И при этом вы не обязательно должны очень хорошо отыграть калибровку. И да, важно понимать, что если после калибровки вы получили плюс 2000 рейтинга, многие другие игроки вашего старого рейтинга получили столько же ммр, которые не смогли апнуть рейтинга даже с новой калибровкой, остались на низких рангах, что и позволит людям, желающим развиваться и апать ммр, по-настоящему их апать. Теперь, чтобы получить заветные цифры в профиле, вам недостаточно сыграть 10 игр. Для того, чтобы вам дали рейтинг, уверенность в вашем уровне игры должна быть выше 30%. Это, если что, вот этот показатель в профиле. Давайте же о нем и поговорим. Данный параметр определяется у каждого игрока сразу после патча, в зависимости от того, насколько много игр вы сыграли за последнее время. Если вы сыграли много игр за месяц, уровень уверенности у вас будет высоким. Если же за последний месяц вы мало заходили в доту и играли по 2 игры в неделю, дота не уверена в вашем рейтинге и дает вам примерно 4-6% уверенности. Если у вас 0% уверенности в рейтинге, для калибровки вам предстоит сыграть примерно 15 игр, что в целом довольно много. Но если вы играли много, то уверенность в вашем рейтинге будет составлять примерно от 20%. И вам будет достаточно сыграть пару-тройку игр, чтобы увидеть рейтинг. Теперь давайте на довольно простом примере я покажу вам, как увеличивается процент уверенности в рейтинге. Допустим, раньше у вас было 2 500 ммр, и процент уверенности в рейтинге составляет 6-8%. Вас закинуло на Аверагу на 1000 ммр выше, чем у вас было раньше. Вы взяли мипа и отыграли за счетом 21 на 1. Таким образом, уверенность в рейтинге повысится незначительно, примерно на 2-3%. Ну и если переводить в добавочный рейтинг, это примерно плюс 500 к вашему старому рейтингу. Это произошло из-за того, что на Авераге, на который вы, казалось бы, должны были проиграть, вы пришли и всех размотали, из-за чего дота еще больше не уверена в вашем рейтинге. Если же вас закинуло на 1000 ммр выше, и вы отыграли за счетом 7-9, дота понимает, что это и есть ваш примерный настоящий рейтинг, и добавляет уже больше процентов к уверенности в рейтинге, например 4-5. А также даже в этом случае вы получите ммр, примерно 200-300. И так вы будете играть, пока ваше значение уверенности в рейтинге не станет равным 30. Иными словами, вам будет поднимать ммр до того момента, пока вы не начнете получать по голове от ваших противников. И дота не поймет, что это ваш рейтинг. Теперь давайте поговорим о том, как же стоит сыграть калибровку, чтобы получить желаемое количество рейтингов. И начнем мы с того, какой рейтинг калибровки у вас уже был. Если ваш рейтинг от 1000 до 5000, и вы сыграли калибровку, например, в 5 игр, выиграли 3 и проиграли 2, вам дадут примерно 1200 рейтингов. Вторым пунктом является ваш ГДА и урон. Вы должны минимальное количество раз умереть, и максимальное количество раз убить противника. Вроде как очевидно, но сказать об этом стоит. Также на ваши итоговые плюсы к рейтингу может повлиять то, сколько игр вы выигрывали до патча. Если у вас был винстрик, то ммр вам может дать после калибровки мало. А если у вас был винстрик и калибровку вы отыграли плохо, вам и вовсе дадут сущие копейки, например, 50-100 рейтингов. Вот в общем-то и все. Даже если во время калибровки вы проиграли все 5 игр, но с хорошим КДА, вы можете получить от 300 до 700 ммр. Теперь давайте поговорим о том, как же теперь обстоят обычные игры после калибровки. Теперь при выдаче рейтинга после игры учитывается рейтинг как обеих команд, рейтинг уверенности каждого игрока, а также если вы словили лусстрик, терять ммр вы будете меньше. Также работает и свинстрик. Если вы выигрываете уж очень много игр подряд, вы будете получать меньше рейтинга за победу, чтобы, так сказать, в космос не улетели. И что самое удивительное для меня, теперь при выдаче рейтинга учитывается еще и ваш вклад в победу, поэтому теперь игроки на саппортах тоже могут апаться. У них этот вклад будет оцениваться в количестве купленных вардов, дастов, хила и так далее. Однако не везде игры проходят одинаково, например, на ранге Титан и выше каждая команда получает себе капитана, который выбирает себе в команду игроков. Если капитан напикал игроков с высоким рейтингом, он получит за победу меньше ммр, чем тот, у кого в команде 25 тысячник. Да, кстати говоря, такие теперь тоже есть. Если подытожить все вышесказанное, чтобы поднять солидное количество рейтинга с калибровки, вы должны хорошо отыграть игры до 30% уверенности в рейтинге. И получить за такие игры вы можете до 3000 ммр, при высоком количестве убийств, малом количестве смертей и высоком вкладе в игру. Теперь поднимать ммр стало еще проще, так как сама система не даст вам слиться до низких званий, благодаря тому, что при эту стритке у вас отнимается меньше рейтинга. И даже если вы не подняли желаемое количество ммр сразу же после калибровки, не стоит отчаиваться, просто играйте и выкладывайтесь в каждой игре на максимум. И в таком случае вы обязательно поднимете рейтинг, ведь сейчас поднять рейтинг стало еще проще. Спасибо за просмотр данного видеоролика, пишите на какие темы вы бы хотели увидеть в следующие видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также введите мой промокод на сайте overplus и получайте 14 дней бесплатной подписки, а также скидку 30% на первую покупку. Еще раз спасибо за просмотр, пока. Продолжение следует...